А сейчас я хочу представить своего сегодняшнего гостя. Это Сергей Смирнов, главный редактор здания «Медиазона». Здравствуйте, Сергей, рада вас видеть. Добрый день. Прямо сейчас «Медиазоне» исполняется 10 лет. Это большие цифры, большой срок, большой возраст и важный опыт. Я хочу поприветствовать вас, поздравить и призвать всех наших зрителей помогать «Медиазоне», донатить, подписываться на «Медиазону», делать это на сайте, в соцсетях. Я так понимаю, что все пароли и явки указаны на сайте «Зона.Медиа». По адресу «Зона.Медиа» хочу вас расспросить немножко про то, как все начиналось 10 лет назад. Понимали ли вы, открывая «Медиазону», что ваша повестка, вот та самая необычная повестка, очень узкая, станет мейстримом? Большое спасибо за поздравления, за призывы подписываться. Если хочется честно ответить на вопрос, то, в принципе, мы понимали, что наша повестка, вопрос же заключался в том, что мы были маленьким «Медиа», и лично-лично мне было совершенно понятно, что как раз все большие независимые «Медиа» постепенно и будут писать о судах, о правах человека, и постепенно больше ничего и не останется. То есть поступательно, другой какой-то позитивной повестки, политики, жизни общества. Ну, давайте честно скажем, в нашей жизни последние 10 лет я про независимые «Медиа» становилось поступательно с каждым годом все меньше. Все больше как раз судов, задержаний, уголовных дел. И вообще-то это ненормальная ситуация, если так честно и откровенно говорить, потому что суды, уголовные дела должны быть небольшой, не самой значительной частью повестки для «Медиа», но, к сожалению, ненормальная ситуация, что такое «Медиа», как мы, стало заметным и большим, исходя из повестки. Это, в принципе, по-хорошему ненормально. А вы помните, с каких текстов и посылов все начиналось? Вот буквами, с каких заголовков? Да, у нас одни из первых тем и заголовков – это то, что собирало, были монологи заключенных. Сейчас, наверное, никого не удивишь, но мы тогда вели такие записи людей, которые отсидели, чтобы показать, что из себя представляет российская тюрьма. И суды онлайны. Одни из первых уже сразу был Алексей Навальный со своими уголовными делами, с делом и Фраше. Были украинские военнопленные известные, Надежда Савченко, режиссер Сенцов. Ну, вот это самые первые какие-то наши тексты, дела онлайн. И по ним, по большому счету, мы следили за возрастающими репрессиями в стране. Как бы вот с этого примерно начинали. К сожалению, ничего другого особо постепенно и не осталось в нашей жизни. Как раз хотела сказать, это были ваши первые журналистские удачи, и как-то осеклась, чтобы называть это таким образом. Но вот какая жизнь, да, такие удачи. Когда-то ваш арест на 10-15 суток, я уже, честно говоря, плохо помню эту историю. Я помню, что вам сокращали количество дней, это было очень драматично. А все было из-за митингов в поддержку Навального и вашего поста, который был шутливым, перепутанным, значит, в смысле, обвинение перепутанным. И в тот момент, когда вы сидели в спецприемнике, в жутких условиях, и вообще именно вас забирали на глазах у ребенка, ну какая-то была жуть. Казалось, что и обвинение, и сам факт вашего ареста – одно из самых абсурдных обстоятельств того времени. С тех пор утекло очень много воды. И вас, наверное, уже ничем не удивишь, ни личная история, ни история друзей. Но что из описанного вашим изданием с тех пор вас особенно шокировало, если так можно сформулировать? Ох, это хороший вопрос, потому что, да, много времени идет и шокирует, кажется, с каждым годом все меньше. Ты просто постоянно перестаешь удивляться, как и что происходит, и поступательно все меньше эмоций испытываешь. Ну вот, вот. Но в любом случае, мне кажется, самые такие… Во-первых, было много бытовых историй, где нет никакой политики, там, где есть, ну не знаю, абсолютная жестокость, непонятная для чего, ну не знаю, истории про Забайкалье. Человека обвиняют в том, что он для понимания украл, там, не знаю, буквально пару мешков картошки, потом оказывается, что не он, а его сутки пытают. И об этом человеке никто не напишет, и никто не узнает. Ну то есть, как вообще такое возможно в 21 веке? Ну то есть, вот так. Была абсолютно шокирующая история в Ингушетию. Я вот ездил в Ингушетию и разговаривал с женой убитого прямо в отделе полиции. И тоже история, как я рассказывал сейчас про Забайкалье, похожая, в том смысле, что решили, что муж и жена причастны к ограблению банка. Потом выяснилось, что это не они, но вот решили, что причастны. Их забрали эшники. Почему эшники, как нам, да, вот кажется, эшники? Или ЦПЭ, как говорят в Ингушетии. Причем тут эшники? А вот в Ингушетии эшники занимались всей грязной работой. Раз они там занимаются политическим, да, но политическим, прежде всего, исламским в республике. Ну, можно и обычный криминал, этим все равно, чем заниматься. Они мужа и жену пытали, причем мне жена об этом рассказывала в таком горном селении со слезами на глазах, она тяжело переживала очень, хотя несколько месяцев уже прошло, прям у нее руки дрожали. Она об этом рассказывает, что их в соседних кабинетах надевали пакет на голову, и мужа буквально запытали до смерти в соседнем кабинете, она это слышала. И она потом, не очень осознавая, рассказывает, что пришли к ней оперативники, сказали, все-все-все, снимай кольцо, вот тебе водка, пей водку. Она это не осознавала, но я понимаю, что они как раз в этот момент решали, что делать с ней, оставлять ее в живых или нет. И ее спасло буквально наличие камеры, они прям обсуждали, думали, что с ней делать, совершенно очевидно. А отец погибшего, очень тяжело больной, такой старик уже, он услышал, что пришли журналисты, ну, я журналист, там были, мне помогали встречаться с семьей. Он очень тяжело больной, он есть на препаратах, он не говорит уже. Он пришел такой в пижаме с огромным усилием, попросил листочек, потому что говорить не может. И на нем дрожащей рукой написал «Здесь фашизм». Вот прям вывел. И, конечно, такие вещи, они остаются в памяти довольно сложными. Причем я, заметьте, рассказываю про совершенно не политические истории. Никакой политики абсолютно нет, никакая не оппозиция, никто не претендовал. Вот эта жестокость, правоохранительные органы, отсутствие возможности добиться справедливости, это на самом деле очень впечатляет. Кроме того, что репрессия – это и есть суть российской политики, в общем, в этом смысле. Вы – самая политическая медиа, и правда. А я скажу все-таки о человеке известном. Я признаюсь, ловлю себя на том, что и вот проходят месяцы, и я совершенно не способна как-то привыкнуть к смерти Навального. Я как-то вот ни по-журналистски, ни по-человечески. Привыкли ли вы? Первый вопрос, что вы почувствовали в день, когда узнали эту историю? Знаете, я боюсь сейчас показаться каким-то, да, некорректным, что ли. Но первое. Привык ли я? Ну, то есть если я скажу, что не привык, это все-таки будет не совсем так. Я довольно быстро все понял, я понимаю, что Навального больше нет. Просто тут несколько другие чувства. Не привычка, а боль большой утраты. Причем, мне кажется, мы до конца не сознаем этой утраты. Причем во всех сферах. Это и политика, это и журналистика, это и общественная жизнь. Потому что Навальный, конечно, мне кажется, огромное влияние оказал на… Извините за пафос, но буквально на гражданское общество, да, которое есть и которое все равно существует, как внутри страны, и частично оно уехало в миграцию. И он и на журналистику большое влияние оказал, в том числе своими расследованиями, потому что он стал использовать как политическая организация журналистские методы, что, я помню, коллегами-журналистами довольно скептически воспринималось достаточно долгое время, но теперь мы признаем же. Интересные, хорошие расследования, иногда со спорными деталями, но в целом это была очень крутая журналистская работа, да, если мы говорим о журналистике. И это, главное, конечно, боль, и, главное, такая надежда. Очень многие люди об этом пишут, что Навальный для них был надеждой на изменения к лучшему. Я тоже это очень остро, хорошо понимаю, осознаю. Когда был Навальный, казалось, он сейчас придумает, он сейчас продолжит что-то делать, что-то предложит, и раз, мы опять все будем такие, да, да, круто, здорово, давайте попробуем. Но я понял довольно быстро все, если честно. Мало того, есть же проблема. Ты подсознательно не ждешь ничего хорошего. Для меня то, что его отправили в Харп, был очень уже тревожный звонок. Далеко, никакой связи, ничего нет. И, знаете, неправильно будет говорить, что я там, да, ждал чего-то такого, это неправда. Но ничего хорошего не ждал, и было для меня понятно, что его отправили туда как минимум для ухудшения условий. Поэтому я довольно быстро, да, пришло такое понимание, что, да, его убили. Очень тяжело, чудовищно, но не могу сказать, что я как-то, да, в душе думаю, что это не так. Я довольно быстро все осознал и понял, то есть... Другое дело, что это очень тяжело не то, чтобы принимать, а осознавать, что это так. Поддержите работу команды Нюансов, чтобы мы могли и дальше создавать авторские колонки и записывать интервью с вашими любимыми героями. Только за прошлый месяц мы рассказали вам о версиях подготовки обмена политзаключенных, о том, какие отношения сложились у Павла Дурова с Кремлем, а еще пытались вместе с экономистом Игорем Липсицем спрогнозировать экономические последствия вторжения ВСУ в Курскую область. Чтобы и дальше продолжать делать для вас контент, нам нужны деньги, а значит, ваша помощь. Поэтому мы очень просим вас поддержать дождь и независимую журналистику. Наши зрители в России не могут помогать нам из-за статуса нежелательной организации, поэтому в первую очередь я обращаюсь к зрителям, которые живут за рубежом. По ссылке в описании вы можете оформить регулярный донат и в любое время отменить его. Если вы в России, то вы можете попросить ваших друзей за границей сделать пожертвование за вас. Поддержите дождь, чтобы вам было что смотреть. Сергей, а что вы думаете о причинах смерти Навального? Вы очень справедливо сказали о том, что, подспудно поддерживая мое предположение о том, что он, несмотря на всю свою популярность, очень недооцененный политик. То есть к нему как бы относятся к меньшей величине, чем он был на самом деле. А его заслуги политические и журналистские, о которых вы сказали, огромные. И влияние на общественную жизнь. Так вот, что вы думаете о смерти, о причинах, об инструментах, о версиях, если вы поддерживаете какие-то обрывки версий. У нас, по-моему, пока есть только обрывки, какие-то очень кусочки фактов. Ну, я начну как раз с Харпа. Мне кажется, его отправили в Харп. Это очень косвенный вывод, но это мой вывод. Им нельзя апеллировать нигде. Но в том числе подальше отправили, чтобы было тяжелее узнать, что с ним происходит и произойдет. И мне кажется, что нет доказательств, но реально его отправили, чтобы было проще убить. А в том, что Алексея Навального убили, у меня нет вообще никаких сомнений. Абсолютно никаких. Ну, нет. Ну, как бы так не бывает. Таких совпадений не бывает. Все объяснения, которые дает Следственный комитет, они настолько неубедительны. Ну, мы все же видели эту справку. Ну, господи, ну, да не знаю. Там буквально с точки зрения медицины, и врачи об этом пишут, указана просто полная ерунда. У них было много месяцев для того, чтобы написать что-то. Ничего они не сделали. И это абсолютно отписка еще лишний раз, доказывающая, что это убийство. Но для меня не было сомнений в том, что это убийство с первых минут. Вы знаете, еще интересная вещь. Поскольку мы часто пишем о преступлениях, об уголовных делах, не только, в том числе о криминале. Знаете, это действия следователей, в том числе обычно, что первая версия, которая приходит в голову, и которая скажется наиболее логичной, она в итоге оказывается зачастую верной. Ну, давайте честно. Что мы первым делом подумали, когда прочитали о том, что Навальный умер в колонии? Первая же мысль была, я уверен, у подавляющего большинства наших зрителей и тех, кто знал Навального, что его убили. Ну, вся логика событий, она была об этом. Поэтому я практически убежден, что это убийство. И у меня нет в этом никаких сомнений. Я, если можно, хочу уточнить свой вопрос. Я тоже, совершенно не сомневаюсь, и разделяю даже вот этот список аргументов про главные из элементов этой программы, что таких совпадений не бывает. Я тоже часто произношу эти слова. Но, может быть, у вас есть инсайт, или вы что-то знаете, слышали, или что-то, вам кажется, убедительным, иззвучавшего о том, как это происходило. Вот Евгения Альбатс у меня в эфире говорила, ее осуждали коллеги, но неважно, она говорила, взяла на себя ответственность, потому что есть версия об отравлении, о новом, то есть о физическом воздействии, которое произошло в тот день. Она очень художественно рассказывала об этой позе эмбриона, в которой Навальный в муках умирал. Мне сложно сказать, откуда может взяться эта информация, но очевидно совершенно, что у нее есть какой-то источник. Ну да, это информация, но ее косвенно, эту информацию, между прочим, подтвердили представители ФБК, но назвали ее, ну, скажем так, что рано что-то говорить, и это, наверное, безусловно, источник, который вызывает вопросы, при том, что стилистически о том, что это отравление, да, стилистически, я почти не сомневаюсь, что это было отравление, опять же, поскольку это очень стиль Владимира Путина, довести начатое до конца. Да, но это опять, ну, нельзя этим оперировать как какими-то фактами. Просто мне кажется, если мы говорим о фактах, пока этого, увы, недостаточно, и не факт, что мы что-то узнаем по поводу инсайдов. У меня нет никаких инсайдов, но к тому, что есть, я отношусь довольно настороженно, потому что, я помню, в первые дни было много других версий источников. По-моему, они не особо подтвердили, что убили его и в другой день, и что там приезжали какие-то сотрудники, и так далее. К сожалению, такое часто бывает в самом начале какого-то крупного события. Многие люди пытаются узнать максимум-максимум, и так далее. И это, к сожалению, почва для самых разных людей. Кто-то, может быть, специально вводит в заблуждение, кто-то как что-то где-то слышал и передается через третьи руки. Я боюсь, что эта версия долго останется такой единственной, о которой мы плюс-минус знаем. Она совсем не окончательная. Важно, что ни семья, ни ФБК, Даня Христогрозев ничего не говорят по этому поводу, надеясь, вероятно, на дальнейшее расследование. Для меня был показательный момент, что ФБК попросили опять отправлять информацию на ящики, на протоны и так далее. Значит, еще почти ничего не известно. Давайте просто честно признаем, скорее всего, это говорит о том, что им кажется... Я подозреваю, что это один источник, который они, возможно, не считают на 100% убедительным. Но это, видите, мы абсолютно в зоне допущений. При этом, почему, я думаю, Евгения Марковна верит в этот источник и в информацию, потому что она как раз хорошо понимает, что это очень сильно укладывается в логику и чекистов, и Владимира Путина. Поэтому я не удивлюсь, что эта версия подтвердится рано или поздно или когда-нибудь через много лет. Но просто пока на основании этого какие-то выводы делать сложно. И поэтому, я уверен, ФБК хранит молчание и ничего не говорит подробно. Очень осторожно. И я бы как бы понимаю, почему они так делают. Я хочу спросить вас об обмене политзаключенных. Во-первых, был ли для вас этот день оптимистичным или пессимистичным, как для многих наших коллег. Они говорили, что это такой праздник со слезами на глазах. И даже не только из-за того, что в этом списке не было, в этом самолете не было Алексея Навального. Мы только что с вами обсудили, что этого не могло быть политически. А из-за того, что там не было других политзаключенных, которые, может быть, были в исходных списках, может быть, списков было несколько. История умолчивает. Что вы думаете вообще об этом событии? Мне кажется, то, что люди вышли на свободу после российской тюрьмы, в любом случае, очень хорошо. И я особое внимание... Ну, это, наверное, не очень правильно, когда ты выделяешь несколько человек. Но мне кажется, жизни Владимира Карамурзы, Ильи Яшина после убийства Алексея Навального находились под угрозой. Потому что Илья Яшин оставался в тюрьме, наверное, самым публично известным критиком Владимира Путина. И мы видели, как по отношению к нему ужесточался режим. По аналогии с Алексеем Навальным, да? Эти сутки начались, потом ПКТ и так далее. То есть это все было... Выглядело очень тревожно. И какие аналогии с Алексеем... Нельзя было не провести, хотя бы не публично, да? Между собой. Ну, то есть... Потому что публично совсем плохо говорить. А с Владимиром Карамурзой сразу все было плохо, мне кажется. 25 лет, тяжелая колония. Дважды его отравили, как и Алексея Навального. Но что ты думаешь о возможных действиях Путина в отношении такого человека? То есть я понимаю, что Владимир Карамурза особенно... Они находились... Жизнь под угрозой. Ты не можешь не радоваться, когда они оказываются на свободе. Это как бы, мне кажется, нормальное, естественное желание. Опять озвучу то, что я думаю... Многие подумали и решили между собой. Опять, просто честно. После убийства Навального. О чем подумали? Что Карамурза может быть следующим. Не очень... Правда, это было красиво говорить, когда он сидел, в том числе в отношении его семьи, родных и близких. Ну, правда, тяжело такие вещи говорить. Но многие же об этом подумали. И я считаю, что обмен в этом отношении очень здорово. Хорошо. Есть еще один момент. Владимиру Путину, видимо, обмен понравился как вариант торговли с Западом, как возможность доставать разведчиков. И это меня тоже немного обнадеживает. Я надеюсь, что это не последний обмен. То есть вам кажется, что... Есть уже две версии по этому поводу, вам известные. Про то, что Путин уже получил все, что хотел. То есть именно Красиков для него был как-то особенно важен. Не знаю, или из-за каких-то особых отношений, или из-за того, что он может разговориться на Западе, если ему изменят срок. Важно, что он получил Красикова назад, а другого такого Красикова вроде как нет, не на кого менять. Но вы смотрите на ситуацию оптимистично, что он может набрать новых идей? Ну, мне кажется, Владимиру Путину скорее понравилось, что он смог достать разведчиков за непонятно кого в его глазах. Но представляете, вы обмениваете разведчиков на ценных сотрудников, что ему самому лично очень нравится, на не пойми кого, оппозиционеров каких-то, дети какие-то что-то там написали в соцсетях. Что это вообще такое? Очень выгодный обмен с точки зрения Владимира Путина, я думаю. Второе, мне кажется, это, так как Владимир Путин, ну, трудно его портрет какой-то, особенно психологический, наверное, создавать, но очевидно, что у него корни в 70-х и служба в КГБ, она из 70-х, а это же период обменов. Да, мне кажется, для него это еще один из символов того, что вот он теперь как СССР, вторая страна, вот США, мы на равных договариваемся, смотрите. А в Советском Союзе 100 обменов было довольно много. То есть это были не исключительные случаи, там достаточно часто шли на обмен. Другое дело, я не жду, чтобы это было очень быстро, но тем не менее, мне кажется, это возможно. Сергей, скажите, а вот это любопытно, причина вашего оптимизма, вы хорошо ее объясняете, но вот как вам кажется, там есть разные версии, что якобы списков, повторюсь, было несколько, никто не понимает, сколько было, значит, кто ушел, кто пришел. Слышали ли вы о том, что какие-то фигуры были заявлены изначально, а потом они исчезли по каким-то причинам, что тоже были разные версии высказаны. И если этих людей не пустили условно в первую ходку, да, что заставляет нас думать, что их пустят во вторую? Хочу еще одну оптимистичную версию от вас, да. Ну, она не то чтобы оптимистичная, просто тут скорее попытка объяснить. Обмен же довольно хрупкая штука, предмет большой торговли, и я уверен, что всегда на обмен составляются более широкие списки, чем потом фиксируются. Ну, мне кажется, это совершенно понятно. Есть довольно широкий список для обмена и дальнейшего, и с одной, и с другой стороны. И много задержанных, опять же, шпионов продолжает сидеть. Так что список довольно широкий, и понятно, что стороны торгуются как и что, что и как, и какие-то списки они сокращаются. То есть, мне кажется, это буквально естественный процесс, к огромному сожалению, для тех, кто был в списках и не попал. Но Илья Яшин же озвучил, что в списке был Алексей Горинов, например. Да, его не оказалось потом в нем. Я других не знаю, с российской стороны тоже, кстати. Грозев говорил о том, что в его исходном списке был Иван Сафронов, если я правильно помню. Другие люди этой версии, да, я их просто не называю. Ну, просто список, опять же, список Грозева и первоначальные списки, это же все, знаете, большой список для дальнейшей торговли, большой список для согласования сторон. Кстати, я-то думаю, что Владимиру Путину, условно, в том числе и сам, вот этот принцип нравится, переговоров через списки. Смотрите, мы на равных, мы США, и США, там весь западный мир, мы вернули из Польши, из Словении. Смотрите, по всему миру собрали людей. Это о чем говорит? Мы на США напрямую договариваемся. Мы главные страны. И это лично для меня признак того, что он не против будет дальнейших обменов. Важный вопрос другой. А Западу это зачем? И западным странам. И вот, мне кажется, мы недостаточно об этом говорим, о благодарности, прежде всего, властям Германии. Мне кажется, то, что сделала Германия с обменом Красикова, и по большому счету, я уверен, что это позиция Германии по обмену политзаключенных. Да, это огромный шаг. Да, это огромная этическая дилемма и вообще огромный поступок. Мне кажется, да. И то есть мы должны быть благодарны Германии за такую позицию, за такую гуманистическую, гуманитарную. Это очень важно, очень здорово. Да, вот вчера мы видели встречу Владимира Карамурзе с Олафом Шольцем. И действительно, мне кажется, это очень важно, что Германия такую миссию гуманистическую буквально на себя взяла по этому обмену. И в этом отношении, у меня правда, это довольно странно, наверное, звучит этот человек, который говорит, будет хуже, но я надеюсь, что и Владимиру Путину это показалось удобно. Есть, конечно, риски, что он продолжит задерживать американцев и стран Западной Европы в России. Но много кто еще сидит, на самом деле. У нас есть Морпев в Владивостоке, недавно задержанный. В принципе, можно посмотреть, там еще много граждан Америки. Так что я очень надеюсь, что все-таки переговоры о будущих обменах нас еще ждут. И хочется в это верить. Скажите, а насколько вам кажется уязвимым в этом смысле положение Горинова? Он, вот если бы говорили про то, что тогда было тяжело говорить о Карамурзе, вот сейчас как-то прям страшно говорить о Горинове. У него чудовищные условия. Но все об этом говорят. И Дмитрий Муратов, Нобелевский лауреат, говорит об этом и взывает. Да. Я, собственно, хочу спросить у вас, можно ли рассчитывать на то, что, во-первых, Горинов, это все-таки как бы объект, субъект для обмена, в том смысле, что он не настолько демонстративная мишень для Путина, да, и для политической системы, что его могут поменять А, и что, и можно ли считать, такая дурацкая версия, что чем хуже, тем лучше. Была, если вы помните, перед обменом, после обмена, вернее, возникла версия, что ухудшение условий политзаключенных, их сильное ухудшение условий политзаключенных тоже было элементом торга. Ну, то есть как бы Запад таким образом вынуждали ускориться. Тут, к сожалению, все совсем непрозрачно. Мы можем совсем какие-то версии строить. По идее, да, но я надеюсь, Алексей Горинов с его состоянием здоровья один из главных претендентов на потенциальный обмен. Но я тут как раз достаточно вообще про обмены. Я думаю, что такие шансы есть. С другой стороны, я не очень жду быстрых обменов дальше. Ну, Владимир Путин не любит очень быстрых и постоянных действий. Мне кажется, вряд ли вот прям сразу он пойдет на какой-то второй обмен. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Но Алексей Горинов, там тяжелое состояние здоровья и очень тревожно, безусловно, за него в тюрьме. И очень, конечно, хотелось бы, чтобы обмен был как можно быстрее или другие какие-то формы улучшения его условий. Хотя, честно говоря, какие они могут быть, я не представляю, учитывая его срок и учитывая новое уголовное дело. И абсолютно непонятно, какое может быть тут облегчение режима и условий содержания. Так что обмен постепенно становится буквально одной из надежд для людей, тем более, что в России все больше политзаключенных. Политзаключенные... Мы видели уже смерти политзаключенных. Мы видим смерти политзаключенных в Белоруссии. В Белоруссии достаточно политзаключенных умерли. Если много политзаключенных, и там многие из них престарелого возраста, я боюсь, нас тоже ждут еще смерти политзаключенных. И поэтому обмен в этом плане становится такой надеждой на их освобождение. И, конечно, это очень хорошо. Сергей, на какой из ваших сюжетов в последнее время ваша аудитория реагировала острее всего? Вы как-то признавались, что, как и мы можем об этом говорить, что, к сожалению, люди не так активно реагируют на рассказы о политзаключенных. Это как бы не самая популярная тема в Ютьюбе и, в общем, в медиа. Но удалось ли после обмена заинтересовать аудиторию делами политзаключенных, по-вашему? Ну, честно, откровенно, мне кажется, на короткий срок только. Потому что, ну, это событие важное. Да, там, потом расы, когда становятся. Знаете, как? Я думаю, зрители, даже те, кто поддерживает, такие, ну, политзаключенные, мы ничего не можем сделать. Ну, зачем нам лишний раз себя травмировать, читать про эти ужасы? Мы и так все знаем. Это не только из-за того, что люди, знаете, совсем безразлично относятся. Я думаю, это из-за невозможности как-то помочь. Да, повлиять. Когда ты не можешь повлиять, очень тяжело что-то с этим делать. Так что политзаключенные – это тяжелая тема. Люди не очень хотят об этом знать, слушать. Если говорить о последнем, ну, вот у нас, например, хорошо прочитали сценарий, что людям хочется сценарий абсолютно безумного будущего сериала на ТНТ, во главе, где Дюжев будет в роли Байдена. Ну, вот люди такое, о, прикольно, интересно. Вот такое читают. И тоже их можно понять. Очень тяжело жить постоянно. Вот, да, репрессии, тюрьма, стало хуже, плохие условия. Ну, правда же тяжело. Даже я, как человек, который и в этом работает, и с этим сталкивается, мне иногда даже трудно какой-то твит написать или пост в Телеграм-канал об этом. Мне кажется, я уже все слова сказал. Ну, что я буду повторяться? Ну, все плохо, политзаключенные, сварикованные дела. Но все равно кому-то надо об этом рассказывать, я в этом уверен. У меня последний вопрос. Вы, как и я, как и мы, представляете собой журналистику в изгнании. Я бы так сформировала. Верите ли вы в то, что политика и журналистика в изгнании, я иронизирую, но других терминов у нас нет, долгосрочная? И многие сегодня ссорятся из-за как будто существующей разницы в восприятии новостей, реальности. Как вам кажется, долго ли мы все протянем и политики, и журналисты, и читатели, и зрители наши? Я смотрю на примеры других стран. Мне кажется, не надо тут стесняться и смотреть на собственные примеры и примеры других стран. Если мы говорим про журналистику, давайте вспомним BBC, Радио Свобода и Голос Америки, во времена, которые были сильно хуже нынешних по восприятию. Ну, давайте честно, что советские времена с информацией, ну, правда же, сложнее. Сейчас мы из относительно свободного общества превращались медленно в не очень свободное. И многие помнят свободное общество, плюс есть мессенджеры, плюс есть интернет, каким образом общаться. Тогда была ситуация гораздо хуже. Но, мне кажется, и BBC, и Голос Америки, и Радио Свободы оказали значительное влияние на советское общество. Не на всех людей, а на тех, кто интересовался, следил за политикой, и, в конце концов, решил, что так вообще-то нельзя. Дальше жить, и надо что-то менять. Это к вопросу о влиянии медиа. В этом плане, я думаю, медиа, если посмотреть на другие страны, но есть примеры иранской оппозиции, иранских медиа. Долгое время они существуют, собирают огромные митинги за границей, и когда были протесты в стране, и неоднократно были крупнейшие протесты. К большому сожалению, иранским протестующим не удалось свернуть этот отвратительный режим в Иране. Но независимые медиа становились ключевым источником информации. К вопросу о влиянии политики, в том числе и за границей, они воспринимаются именно таким образом. Я думаю, что ситуация немножко поменялась. У нас просто у самих довольно болезненный опыт, мне кажется, такой белой эмиграции, советской эмиграции, когда люди сидят, думают «вот». Но просто к этому не надо относиться, наверное, как к тому времени. Это часть работы, она менее комфортная, чем внутри страны. Работать за границей тяжелее, но, мне кажется, это возможно, как политикам, так и журналистам. Наша задача просто стараться адекватно перестраиваться и внимательно следить за происходящим в стране. Чаще общаться с людьми, кто в стране находится, следить за какими-то трендами и так далее. Они также внимательно следят за нас, за нами. Я общаюсь с людьми в России, они часто говорят, но как бы мы-то ничего не можем сказать и сделать, поэтому вы за нас говорите. Нам надо просто стараться максимально правильно и аккуратно, может быть, не обобщая, говорить от лица людей, кто остался, но разделяет наши взгляды от этих людей миллион. Это был Сергей Смирнов и его здоровый оптимизм. Главный редактор издания «Медиазон». Я хочу еще раз призвать вас всех поддерживать работу команды «Медиазон». Это очень классная профессиональная медиа. Я желаю ему долгих лет жизни. Спасибо огромное за этот разговор. Это была программа «Нюансы» на телеканале «Дождь». До скорой встречи! Мы хотим, чтобы ничто и никто, даже Кремль, не мог помешать нашим зрителям смотреть «Дождь». Чтобы всегда оставаться на связи с «Дождем», установите наше приложение. Оно доступно в России без VPN. А в нем все наши новые выпуски, архив и многое другое. Установите приложение «Дождя» прямо сейчас и оставайтесь с нами. Делайте покупки в ваших любимых онлайн-магазинах, таких как SkyScanner, Coursera, iHerb и других с помощью сайта «Дождя». Каждая ваша покупка через наш сайт позволяет нам получать небольшую комиссию. И это поддерживает нашу работу. Все подробности в описании к этой трансляции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова